всем здравствуйте всем привет всем здравствуйте надеюсь нас видно и слышно кто-нибудь рукой махнет и все сразу будет понятно слышно видно но пока вот спасибо большое вот сердечки до полетели привет девчата привет всем привет с вами ростов-на-дону на связи сегодня четверг два часа дня и мы начинаем наш прямой эфир мы не встречались с вами на прошлой неделе потому как я была в отпуске вот и значит ну как бы в разгаре же лета правильно пара отпусков поэтому мы сегодня будем говорить как раз таки про летние варианты дизайна я вот такие вот быстренькие варианты сделала естественно благодаря декорациям от компании эми такая скрытая реклама значит так сколько то вот видно да вроде бы вот спасибо большое добрый день всем елена и вам спасибо и вам добрый день спасибо что вот написали все теперь я понимаю что все движется все везде слышно и всем все видно так еще звуки наверное сейчас вот-вот-вот подкорректирую наверно звук все вроде бы так вот так все наверное теперь лучше наверно даже слышно и так с вами на связи город ростов-на-дону школа Екатерина Мирошниченко и я инструктор этой школы по дизайнам Наталья Коклюгина и как обычно по четвергам мы встречаемся и делаем быстрые дизайны да мы о быстрых дизайнах если чё кому что а нам дизайны значит есть мастера которые делают дизайн есть мастера которые дизайны не делают есть клиенты которые любят дизайн есть клиенты которые не любят но и тем не менее если выпускаются какие-то материалы декорации для дизайна на ногтях я думаю что все равно они кому-то нужны вот а если они нужны здравствуйте Татьяна вот а и раз они кому-то нужны значит с ними мастера что-то пытаются сделать вот ну а мы свою очередь значит предлагая вот такие материалы мастерам мы предлагаем как бы какие-то еще и варианты с ними да сразу параллельно и вот мы сегодня с вами поговорим о том что есть замечательный вот такой слайдер слайдер летние летние они вышли правда весной но это конкретное лето и груша пене ну да абрикосы апельсины и яблоки но мне вот сегодня вот хочется заострить внимание вот именно на этом слайдере слайдер дизайн до нелдресс значит номер 130 яркая жизнь вот видите вот такие вот красивые хаотичные всякие разные набросанные разбросанные предметы фрукты в перемешку с какими-то игрушками игрушки в перемешку золотыми украшениями а вот и на самом деле как бы очень прикольно смотрится и можно использовать вообще тут просто кусками и все-все-все подряд я бы даже не рекомендовала вы 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 как вырезать какие-то отдельные элементы да прямо использовать целыми полотнищами целыми кусками и на весь ноготь на часть ногтя ну и мы сейчас с вами сделаем как бы да парочку вариантов быстрых сегодня будет кстати быстро такой прямой эфир потому что на самом деле особо даже мучиться не нужно значит и вот такой вот тоже видите вариант в оранжевых цветах желтых цветах и так далее тут вот розовый бирюзовый зелененький такой красивый цвет лайма видите вот эти вот такие летние варианты значит с чем они хорошо будут сочетаться ну конечно с яркими красивыми зелеными голубыми розовыми оранжевыми оттенками и если вспомнить один из последних последних наборов гель лаков которые вышли вот именно вот с такими цветами это как раз таки вот видите птичка там перелет на перепели беру в пассаж видно значит набор гель лаков вспомним в который входит номера цветов 468 469 я думаю что любителей любителей материалов имя наверняка есть такой набор но что хочется отметить что цвета которые входят сейчас секундочку я чуть-чуть приподниму до камеру а то прям совсем близко добрый день с нами тут здороваются девчонки значит в набор входит гель лаки это набор вышел конечно же еще весной то есть как бы ну просто все цвета очень классно и сейчас подойдут в том числе и мы сейчас именно с ними как бы сделаем варианты дизайна значит гель лаки входят в набор сюда 468 469 470 71 72 73 74 75 так ну и если мы сейчас вспомним какие же это оттенки то это как раз таки сейчас вот я их разложу рояль в кустах у меня в наборчике прям типсики лежат очень удобно когда конечно покупаешь набором и показывать клиенту именно набор да и там выкрашенные типсики всегда есть очень удобно работать таким образом достал типс и показал что конкретно в этот набор входит и клиент выбирает так но это пока раскладываю надо что-то говорить правильно все прекрасно это понимают что и рассказываю и так номера 469 номера по 475 и если вот сюда как раз таки приложить картинки вот смотрите голубой с зелененьким вот 475 очень прикольно будет голубой с 473 475 очень классно смотрится или например 406 от 9 470 470 будет прикольно сочетаться с голубым и с вот с таким красивым зеленым цветом да ну желтенький вообще молчу из розовым из персиковым он на самом деле сочетается с любыми цветами и если посмотреть вот на этот нелдресс которого тут насыпано все что попало да в рисунке тут я же говорю уже и золотые украшения игрушки и так далее еще раз повторю на самом деле мы как-то его незаслуженно обошли мимо этот нелдресс и ничего с ним не делали поэтому 130 яркая жизнь нелдресс видно это все цвета которые входят как раз таки в набор гель-лаков птичка перелетная и вот видите вот как бы это будет все прикольно сейчас сочетаться здравствуйте здравствуйте с нами продолжать здороваться так значит что мы сделаем что мы сделаем ну во первых нужно как бы конечно же к слайдеру добавить какие-нибудь сейчас наклеечки сейчас мы это в сторону уберем и сегодня в работе будем использовать давайте мы вот так сразу определимся например 473 номер 475 будет прикольно сочетаться так например 470 и 460 400 ну тут можно быть любые варианты потому что желтый цвет 470 будет сочетаться в принципе и с персиком и с розовым цветом будет принципе кайфово ну в принципе 472 для любителей зеленого цвета можно будет его например посочетать с голубым цветом не обязательно там брать какой-то более светлый оттенок ну короче в основу возьмем вот как раз 470 472 473 и 75 желтый голубой бирюзовый да хотя с желтым оттенком можно посочетать еще какие-нибудь другие там розовые персиковые так далее так это что касается гель-лаков которые мы сегодня возьмем в работу все яркие оттенки так это кстати дипсики которые мы с вами сейчас будем делать часа подниму поближе смотрите как прикольно смотрится на самом деле как бы за счет градиента смотрится с фон сложным плюс в этом же цвете слайдер приклеен плюс парочку еще вариантов наклеечек и кстати по поводу наклеечек шарми кончиков да нужно конечно же сказать напомнить вам о том может быть у кого-то лежат в ящике и вы не использовали можно как раз таки летом летом да мы же говорим про летние дизайны помните про путешествие 232 путешествие это номер один их выходило два шарми кончика путешествие номер один и по моему номер два вот тут автобусики там надписи какие-то там эфелевые башенки там и так далее сердечки вот вот такой вот можно взять в работу вот такой забавный летний день кстати если мы говорим про летние до дизайны летний день здесь надписи надписи я очень сильно люблю надписи поэтому тут про лето summer там солнце светит птички летают и все такое пинаколада то есть все летние какие-то такие выражения и словечки очень хорошо к летним вариантом дизайна подойдет 252 саванна саванна но это знаете как базовый элемент у нас даже на художественной росписи в на базу базовый элемент это конечно же неотъемлемые леопардовые пятнышки плюс полосочки то есть как бы это же тут есть куча всяких надписи уличек вот таких вот красивых извините за слово потому что надписи мне нравится они сильно осовременивают они отлично осовременивают любой дизайн так ну и золотые полосочки конечно же очень классно использовать так что еще что еще ну морские варианты мы уже делали неоднократно мне кажется такая самая простая тема вот можно конечно же использовать морские всякие темы ну я думаю достаточно достаточно значит еще раз повторюсь путешествие можно взять в работу сейчас к летним дизайном мне так нравятся вот эти вот автобусе ки вы не рассматривали слайды эти наклеечки прям эйфелевая башенка фотоаппаратик самолетик автобусик едет какие-то дворцы сердечки направление юг юг запад восток север такие мороженки золотистые но летняя летняя атрибутика очень прикольная мне вот автобусики нравится прям надо что-то с ними прилепить прям я не знаю буханка прям буханка и все вот едет едет так еще разочек значит получается тут у нас путешествие саванна до пятнышки и полосочки по поводу номера 252 это саванна и путешествие 200 по моему 32 видно не видно на камеру 32 да по моему так летний день летний день этот 200 тридцать четыре двадцать четыре вот видно очень плохо 200 все-таки наверно 54 летний день называется шарми кончики так полосочки черные полосочки неотъемлемая часть я очень сильно их люблю поэтому бесконечно их предлагаю вот ну и и и что и что еще можно морскую какую-то тему задеть ну в принципе я думаю что нам достаточно чтобы разбежаться самое главное что-нибудь уже сделать правильно же так ну что поехали я пыталась туда же перчатку одеть сегодня нас мало слушателей смотрю все меньше и меньше лето я думаю наверное все загорают отдыхают девчонки а вы уже были на отдыхе таня таня были уже не бы не были или работы работа мастера да как бы подразумевает под собой работу 24 на 7 без выходных без проходных без отпуска наверное так ну что добавим сразу сюда наверное белый цвет потому что белый цвет это основа всех основ но чтобы не вот не растягивать на весь ноготочек возьмем беленький да у нас получается белый лотос 001 все нас хорошо видно и мы с вами буквально от кутикулы примерно сейчас покроем ноготочек примерно на и это много так надо сейчас чуть чуть подальше а то мне неудобно поэтому и вляпалась врезалась все таки один перчатку потому что сейчас многие раз критикуют скажут вот без перчатки хотя на самом деле знаете без перчаток это чтобы не с клиентом все-таки работа до стипсиком ну и тем не менее так 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 и так примерно одна третья часть на просушенную базу на просушенную базу мы с вами начинаем потихонечку делать декоративное покрытие который делим на две части на две части я конечно постаралась сейчас идеально ровно донести но так как вот уже рука друг ну что занервничала не знаю почему так все разровняла так и теперь просушиваем а второй вариант давайте сделаем чтобы например не поперек была покрыта ноготочек вдоль например почему бы и нет давайте только одну часть покроем на самом деле можно посочетать и черным но просто как бы если уж мы говорим сегодня про летние дизайны то как бы черный цвет ну совсем не хочется от слова совсем хотя я очень сильно люблю черный френч ой простите черный цвет кто о чем глухой об ушах так и я значит я возвращаюсь к теме летние варианты да у нас дизайна должны быть поэтому все должно быть светленькая красивенькая яркенькая поэтому одну часть ноготочка перекрою белым цветом хотя можно было бы сделать это и попозже но пусть будет сразу заполняться весь ноготок так ну и давайте возьмем например давайте давайте возьмем например голубенький вот такой красивый 473 да и 475 такое знаете нечто среднее между салатовым между салатовым цветом и между голубеньким цветом так значит мы сделаем градиент не против не против да на половину ноготочка мы сейчас замутим и будет очень симпатично смотреться так давайте какого цвета начнем делать так тут нам написали что елизавета написал что соскучилась боже как приятно на самом я была в отпуске чуть-чуть была в отпуске а прямой эфир никто не отменял и вот и сегодня и поэтому выйти с отпуска я сразу в прямой эфир так ну и давайте так вот стык в стык мы с вами я немножко тут замешалась потому что так как я естественно через интернет да прямой эфир вконтакте телефон вроде бы поставила в режим чтоб не беспокоили а все равно звонки по ватсапу проходят я что-то прямо аж ну я надеюсь звоночек не помешал нам а человечек который мне позвонил чудеснейший человечки улья готовцева я обязательно и перезвоню пусть ни в коем случае не подумает что я ее игнорирую так ну что давайте смешаем кисточка для градиента она у нас одна единственная неизменная четверка вот кисточку перед началом работы мы обычно смачиваем в капельке базы никогда не моем ее в обезжиривателях потому что она начинает пушиться поэтому как бы кисточку стараемся в капельке базы промыть вытереть и начать ей работать так видно значит белый цвет у нас уже заполимеризовался призы заполимеризовался и стоит неподвижно а в две третьих ногтевой пластины мы с вами делаем градиент градиент мы использовали голубой цвет 3 473 и 475 это нечто среднее между салатовым цветом и желтым цветом да и теперь аккуратненько я спускаюсь сверху вниз можно для себя сделать вывод что не знаю может быть синенького цвета можно голубенького вернее побольше нанести ну я думаю что это в принципе будет просто как фон это будет просто как фон и слайдер с такими же цветами добавит нам красоты немножечко так 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 просушиваем просушиваем а вторую типсу давайте я предлагаю посочетать какие-нибудь другие оттенки если вы не против посмотрите как прикольно смотрится это вот мы сейчас делаем раз таки голубой с салатовым да таким красивым цветом желтый с персиком можно вот розовый с голубым давайте но у меня вот нету давайте розовый желтым например посочетаем из-за этого же значит 470 номер до 470 красивый желтенький такой цвет и давайте например с розовеньким из этого же набора гель-лаков 468 значит все оттенки все оттенки девчат продаются и отдельно не не то ли не обязательно допустим покупать какие-то значит ну набором да можно купить отдельные цвета например там желтенький салатовый голубенький вот и как бы работать просто в отдельности так давайте желтый это 470 но желтый цвет всегда вот кстати желтые оттенки так как бы не многие мастера жалуются что проблемный в покрытии то есть как бы как покрывать чтобы красиво смотрелось на самом деле как бы если вы точно знаете что вы будете покрывать желтым цветом весь ноготь можно смоделировать ноготь молочной базы молочной базы смоделировать и потом покрыть желтым цветом ложится очень плотно классно красиво без пробелов то есть как бы без всяких проблем потому что мы же все знаем не знаю давайте вот розовенькие добавим можно кстати персиковый добавить давайте три цвета добавим давайте заморочимся что по полной программе 469 из этого же набора желтый розовый персиковый либо желтый там голубой салатовый сейчас посмотрим может быть от третьего цвета и следа не останется ну и тем не менее так есть я опять подмешиваю я подмешиваю всегда верхний цвет с более нижним цветом и нижний цвет еще с более нижним цветом писточку вытираем и двигаемся аккуратненько сверху вниз от кутикулы туда обратно чуть ниже и так как мы делаем градиент всего лишь на половиночку ноготочка на самом деле это все очень быстро непринужденно легко незамысловато еле-еле дотронулись раз и все выровняли поверхность на самом деле мне кажется даже тут второй слой не нужен потому что слайдер еще сделает свое дело но тем не менее можно конечно же в два слоя да ничего страшного не случится так дублируем здесь еще раз 473 номер я соединилась 475 хотя вот они все классно знаете вот это вот набор который классно сочетается цвета какие бы вы цвета не сочетали они все равно будут сочетаться вот поэтому 473 475 соединяем прикольное такое получается переходик он подмешивается голубой с желтеньким да получается такой какой-то зелененький такой салатовенький салатовенько-бирюзовенький я бы даже сказала так зелененький можно было желтым посочетать да голубой с розовым посочетать но я еще и руководствуюсь почему так смешиваю потому что руководствуюсь именно вот слайдером 130 яркая жизнь да как раз таки такие яркие летние рисунки у этого слайдера и они как раз будут полностью соответствовать нашему фону вот видите вот можно было бы до голубенького чуть побольше добавить но сейчас еще разочек протяну хотя в принципе нормально и вот видите вот это сочетание очень подходит как раз таки видите вот здесь вот как раз вот цвета лайма да голубенький цвет золотые вставочки украшения они как раз будут очень красиво сочетаться друг с другом так ну а здесь мы дублируем давайте продублируем будет ярче просто цвет если вы хотите допустим посочетать три цвета да не два а три верхний цвет совсем чуть-чуть потом второй цвет да в данном случае мы взяли немножко розового оттенка 468 вот он такой вот нежненький розовый ну и конечно львиную долю занимает конечно всегда третий цвет потому что волей-неволей два верхний цвета будут потихонечку его выталкивать поэтому для третьего слоя для третьего цвета мы оставляем чуть больше места и так желтый с розовым розовый с персиковым и и сверху вниз аккуратненько выравниваем стягиваем все излишки протягиваем аккуратненько все прикольно достаточно просушиваем так оба фона у нас готовы теперь определяемся что мы будем с вами прикреплять на поверхность и говорим мы как раз таки про слайдер номер 130 это знаете как этот шпингалет и вывоз из нижнего тагила сама вывоз из нижнего тагила да вот так и я не просто я очень плохо стала запоминать название просто уже такое количество их вышло что я просто не запоминаю поэтому конечно все время пытаясь прочитать на полях это очень здорово что она всегда рядом даже вот тут вот переворачивать не надо тут вот надпись написано вот тут сверху 130 яркая жизнь так я просто делала когда образцы я уже как бы просто один слайдер разрезала поэтому можно я его буду дорезать на самом деле выглядит это вот так много-много красивых разных деталей так берем ножницы так ну что нам нужен принципе ровный краешек да видно то есть нам нужно по допустим я хочу прикрепить вот эти наклейки вот сюда на цветной фон ну получается можно просто повернуть таким образом чтобы лишнего ничего не отрезать чтобы максимально сэкономить мне нужен ровный край можно вот отсюда ровный край взять может на вот отсюда ровный край взять сейчас мы примерно примерно приметим замеряем так вот тут лишнее остается а если мы сделаем вот так ну вот максим да вот так мы сейчас делаем еще разочек ровный край сверху так ну и вот до сюда отрезала себе кусочек так так все есть теперь мне нужно конечно же мокренькая салфеточка где у нас тут рояль в кустах так коробочка с мокрой салфеточкой это сюда мокрая салфетка и прикреплять мы будем конечно же на слайдер топ если слайдер топа у вас нет то можно воспользоваться конечно просто базы но так как мы работаем со слайдерами то это логично что прикрепляем на слайдер топ слайдер топ это гель у которого шикарная дисперсия можете нанести равномерно тонко по всей поверхности но чтобы не не выделять конкретно до ту зону можно только покрыть ту зону где будете прикреплять слайдер но не знаю у меня почему-то какой-то пункт в голове я считаю что если уже вносишь какие-то но коррективы до в покрытие то есть вот мне нужно промежуточный этап нанести там еще раз там промежуточный этап он должен быть нанесен очень 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 тонко и пусть он будет нанесен на всю поверхность ногтевой пластины тогда ногтевая пластина получится равномерно до перекрытая равномерно и толщина по всей поверхности будет одинаково так просушиваем кстати я пока сюда тоже перекрою слайдер топом потому что мы сейчас сюда тоже будем прикреплять слайдер для того чтобы закрепить его нам нужно будет слайдер топ а что мы будем прикреплять мы сейчас в принципе определимся хотя знаете вот мне тоже нужен будет ровный краешек кстати говоря сейчас мы его обозначим себе и как раз таки находим вот смотрите здесь вот есть и желтый оранжевый такие так украшения есть вот розовенькие мы добавляли с вами розовый сюда в принципе и розовый подойдет но я уже вот тут вот ровный край обрезала поэтому конечно возьму оранжевые штучки дрючки но на самом деле как бы можно использовать в данном случае и розовенькие тоже будет хорошо смотреться так вырезаю видите я спокойненько вырезаю без всяких там не обрезаю ничего вот как ляжет так и ляжет мне кажется даже я немножечко переборщила с обрезанием но ничего страшного так это сюда я опять же положила на мокрую салфеточку так ну что поехали значит слайдер топ покрываем по поводу того что я туда куда наносить только под слайдер или полностью я предлагаю полностью потому что поверхность получается будет одинаковая по толщине очень 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 тонко все промежуточные этапы наносим чем тоньше тем лучше так ну что нам нужен ровный краешек который пойдет вот сюда наверх так можем кстати вот так а можем вот так нам все равно ну а давайте вот так я немножечко сдвигаю с носителя прикрепляю вот сюда ровный краешек придержала убрали все уже красиво короче самое главное закрепить взяли двумя большими пальчиками аккуратненько прикрепили к липкому слою так тут пока вот торчит что-то лишнее ничего страшного пусть пока поторчит все распределили натянули подтянули так просушили обязательно процесс полимеризации должен продолжиться я обычно слайдер топ сушу ну сколько нужно времени чтобы просушить слайдер топ 30 секунд да как любой другой гель-лак а вот чтобы прикрепить на него слайдер я обычно немножечко не досушиваю я сушу 10-15 секунд а потом прикрепляю ой господи конечно я дофига отрезала лишнего неэкономный мастер вообще так значит прикрепляю девчата слайдер топ просушила 10-15 секундочек ну пусть 15 секунд так легче отсчитывать вот и если просушить дольше то слайдер не будет двигаться по поверхности а если просушить вот ну 30 секунд просушить прилипла пленка к поверхности она не сдвинется с места потом очень трудно ее подтянуть натянуть растянуть подставить на то место куда вам надо если немножечко слайдер топ не досушить допустим 10-15 секунд просушили прикрепили слайдер подвинули туда куда вам нужно и недостающие 15 секунд досушили после этого пленка она вообще с места не сдвинется то есть вы не сможете ее даже подвинуть видите вот я дергаю о оторвало сердечко но кстати его нужно было все равно убрать вот поэтому как бы слайдер полимеризация заканчиваем ну как бы завершается и пленка как следует держится на поверхности то есть как бы никуда она не денется так ну что убираем все что нам не нужно и если вы считаете что какой-то вот ну вот не знаю там уголочек остался оголенный можно вырезать отдельно какую-то детальку и приклеить только на то место куда вам хотелось это дело прикрыть все ну какое какое местечко вам хотелось бы прикрыть да мало ли какая-то там дырочка осталась так я пока взяла ножницы и вот тут вот у меня видите золотинка была сбоку я ее просто взяла отрезала вот так 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 обязательно обязательно значит перед тем как мы будем покрывать следующий этап нужно будет обязательно слайдер это же пленочка и как и таковой липкости она не имеет поэтому нужно будет обязательно обработать ультрабондом обязательно то есть ультрабонд будет нам работать как клей как двойной скотч значит наносим и сохнет на воздухе а пока сохнет на воздухе мы с вами убираем лишнее во втором нашем варианте тоже можно здесь вот так аккуратненько да бафиком любыми удобными для вас способами можно например тем же дегидратором на упрепом мы можем убрать остатки пленки если допустим где-то на валиках на вростах лежит если на свободном краешке считаю что самое лучшее это конечно бафиком убрать все что вам мешает так после этого обязательно обрабатываем ультрабондом да в принципе мы это уже сейчас делали то есть обязательно нужен ультрабонд для чего для того чтобы было хорошее сцепление между пленкой и топом все ультрабонд нанесли он ему он съедает пленочку прозрачную картинки видите все остается и получается сейчас через минуточку будет очень хорошая липкость на поверхности посредством которым будет хорошее сцепление да между непосредственно декорации и топом так высыхает на воздухе после этого значит и здесь и здесь у нас высохло так давайте теперь перекроем например топом без остаточной липкости и добавим немножечко шермикончиков как раз таки до наклеечек каких-нибудь вот значит наклейки девчата ни в коем случае нельзя клеить на липкий слой потому что они могут после потом когда вы покрываете топом топ полимеризуется и наклейки прям поднимаются расправляются то есть как бы вот и чтобы такого не было нужно обязательно перекрывать топом без остаточной липкости в нашем случае это тэклос так надо вот так вот сделать тэклос топ без остаточной липкости глянцевый перекрываем тонким 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 слоем так и тут у нас тоже самое тонким тонким слоем очень очень тонким слоем так просушиваем и пока сохнет определимся что добавим ну я уже говорила что вот такие вот летние варианты и про автобусики и так далее кстати можно и автобус прилепить там куда-нибудь наверх да или сбоку прикольно наверное будет давайте сейчас достанем и посмотрим что мы прикрепим потому что я что-то прям мне что-то все нравится и надо было больше тип сделать так как они у нас на прозрачной пленочке да можно будет взять а ну однозначно нужно в во первых разделить сейчас девчат секундочку возьму золотые полосочки можно золотые черные так отделяем можно черную полосочку прикрепить серебряная месяц мне кажется здесь не очень подойдет потому что у нас в рисунке все-таки золото присутствует хотя знаете иногда клиенты такое просят что и не знаешь как во первых отказать не можешь а во вторых делаешь какой-нибудь дизайн который попросил клиент было у вас такое делал делал клиенту нравится все хорошо а ты думаешь о господи на голову не натянешь мне например не очень нравится вот но тем не менее мы же не будем ей рассказывать о том что у нее плохой вкус улыбаемся и машем правильно нравится нам тоже не нравится не нравится не нравится просто сидим и спокойно выполняем свою работу все остальные пальцы при этом какие могут быть цветом покрыты ну во первых белым во вторых голубым да салатовым желтым зеленым чистом виде то есть как бы такие будут универсальные покрытия смотрите так вот уже на две зоны разделили это может быть полоса черного цвета посолоса белого цвета не принципиально важно так и вот теперь смотрите вот тревел путешествие так можно вот сюда наклеечку приклеивать он тревел да что-то там про путешествие очень прикольно кстати смотрится так вот мне эта буханка покоя не дает ну автобусики вот эти видите можно где-нибудь тут едет издалека и какую-нибудь надпись ну или просто надпись так а что у нас здесь есть он мне здесь вот нравится смотрите пинаколада видите вот она пинаколада надо что-то вот поярче просто чтобы лучше видно было можно и пинаколаду кстати прилепить почему бы и нет give me summer дай мне лето батюшки возьмите ой знаете как у нас вот кстати можно вот так да что-то тут про солнце скорее всего пинаколада ну-ка попробуем слушайте вот все я как обычно была бы у меня сейчас один шармикончик был бы и не мучилась бы я вот прилепила бы да и все а теперь вот опять начинается мучение выбора давайте все таки вот это про солнышко на самом деле чтобы мы не прикрепили все равно будет прикольно смотреться ну или из разряда типа ну как все будет прикольно веришь себя веришь в себя в себе и думаешь ну а я провала солнышко девчат это не очень хорошо блин 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 давайте вот пинаколада все-таки тогда надо было бы взять наверно там сейчас пинцет в руки все тела давайте вот сюда пинаколада сразу хочется выпить закусить да пинаколаду естественно естественно пинаколаду чтобы нам такого еще не знаю будет прикольно не прикольно если честно я не знаю что тут написано но уж больно красиво написано уж очень красиво написано поэтому так вот так сделаю сплошные надписи надписи очень хорошо осовременивает любой дизайн так просушиваем ну просушиваем это для того чтобы ручки до у клиента никуда не лезли поэтому поэтому и просушиваем так ну давайте что-нибудь а вот тут вот кстати в саванне тоже что написано саммер тоже про лето что-то тоже тоже все про лето о давайте нам уже нужно тему уже лето поддерживать правильно и так это у нас саванна 252 шарми кончики с пятнышками леопарда с тигринами полосочками так нам нужна я надпись какая-нибудь поярче поярче и мы ее можем вот сюда прилепить давайте 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 теперь самое главное чтобы ничего не порвалось в пути а то что-то да елки моталки ты посмотри не хочет поддаваться мне врешь не возьмешь называется вот так да елки моталки прилепился ко мне к ногтю насмерть так по центру хотела немножко выйдем на белую поверхность естественно да немножко зайдем на нашу цветную так все прикрепили и что остается нам сделать конечно же перекрыть топом без глянцевым топом матовым топом это не принципиально важно любым топом которым вы работаете так давайте я например покрою ультрашайном ультрашай это ультра блеск до глянцевый топ безлипого слоя ультрашайн кстати прикольно можно сделать с этими слайдерами еще варианты значит покрытые матовым топом если перекрыть матовым топом просушить а золотые штучки золотые вот эти вот игрушки видите губки там и так далее золотые потом просто сверху матового топа выделить глянцевым топом будет точечно тоже будет очень красиво такие золотые капельки будут сверху виде всяких рисунков так еще разочек ультрашайн до ультрашайн топ без липкого слоя глянцевый ультра блеск переводится перекрываем 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 естественно можно даже ручку перевернуть такой эффект легкий моделирование сделать и в принципе все готово ну под занавес да я уже просто вот тут вот сделала сейчас я сюда добавлю сейчас я сюда добавлю для того чтобы вам было удобно сфотографировать просто ну на будет у вас как бы слайдер то один и тот же просто можно сделать с ним как бы разные варианты правильно же будут просто у вас разные варианты как можно построить и на всех же пальцах этого делать не стоит правильно если и делать то буквально там на одном пальчике на 2 и покрытие все остальные пальцы покрывать любым цветом который вы использовали в градиенте так вот у нас получается оранжевенькая тема розовенькая тема и зелененькая с бирюзовенькой давайте вот так это варианты как это вариации на тему до вариации на тему слайдер 130 яркая жизнь муж мне кажется даже куда ярче да самая яркая жизнь так я сейчас вот так на экран возьму и может быть кто-то сделает скрин и вам будет хорошо видно и понятно так ну что видно я надеюсь не знаю мне так нравится на такие веселенькие получились такие яркие прям сочные настоящие летние варианты дизайна и особо мы прям не приложили никакого труда на самом деле только градиент сделали а дальше все хорошо закрепить на поверхности перекрыть и получается очень простые варианты дизайнов я надеюсь вот такие вот прямые эфиры полезны мастерам и как бы не знаю там вроде посмотришь что-то что-то сделал вроде бы хочется самому сделать вот или повторить или сделать еще лучше ну принципе что мы вам и предлагаем ну что девчонки спасибо всем внизу за ваше внимание еще раз напомню о том что мы пытались использовать гель-лаки из набора гель-лаков перелетная аптечка и это были номера 173 номер 170 475 номер желтенький 470 и 472 можно было взять зеленый желто зеленый видите оттеночки ну конечно же как побойтись без розового персикового 468 469 так это мы сегодня использовали слайдер 130 яркая жизнь и варианты дизайна с ним вам спасибо большое за ваше внимание удачи во всем здоровья крепкого лета солнечного и конечно же отдохнуть отдохнуть обязательно и за все лето я думаю что мы еще будем однократно об этом говорить но и обязательно конечно же побольше денежных клиентов кому перед отпуском кому после отпуска всегда будет полезно всем удачи всем спасибо и до встречи до встречи в прямом эфире следующий четверг